Всем привет! Меня зовут Алена и в сегодняшнем видео я буду делать небольшую весеннюю композицию. Знаете, очень часто бывает, что я делаю свою работу просто по вдохновению. Мне захотелось сделать цветы с фоамирана и автоматически родилась какая-то работа. Так что, если вам интересна эта тема, продолжайте смотреть. И, конечно, не забывайте подписываться на мои соцсети. Это Instagram, Telegram, группа ВКонтакте, где я выставляю все шаблоны, также дублирую видео, точно так же и группа Telegram. Да, и с недавних пор я стараюсь вести еще и в группу Facebook. Поэтому все ссылки будут в описании, переходите и подписывайтесь. Ну а теперь мы с вами приступаем. Первое, что я начинаю делать, это создавать шаблон домика. Подбирать его по размеру к своему спилу, на котором в дальнейшем все будет располагаться. Для вас все шаблоны я оставляю в описании к этому видео. Также вы увидите шаблон и на экране. Хоть он и плотный, но ножницами, в принципе, неплохо можно его отрезать. Поэтому я использую в работе ножницы. Можно использовать канцелярский нож. И, используя в такой работе, можно пивной или переплетный картон. Приступаю к склеиванию. Склеила я при помощи термоклея. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и уже после того, как мы склеили домик, можно приступать к его декорированию. В принципе, можно домик не декорировать, а таким образом просто его покрасить и, возможно, что-то нарисовать или же сверху что-то приклеить. Крышу я решила сделать из деревянных палочек. Кстати, можно еще сделать крышу из шишек. Отрезая чешуйки шишек, мы покрываем крышу. Таким образом я делала домик для новогодней игрушки. Тоже все приклеиваю на термоклей. Зачищаю все неровные края. Кстати, если у вас нету деревянных никаких палочек, можно использовать самые простые деревянные линейки. И приступаю к окрашиванию. Крашу я белой акриловой краской. Крашу полностью весь домик. Ну а пока мой домик высыхал, я сделала цветы. Цветы я делаю с фоамираном. Ссылку, какие сделать, я вам тоже оставлю в описании. Я уже как-то показывала, как делаю саму гортензию. Единственное, на этот раз я сделала немножко другого цвета. После того, как домик просох, я начинаю его состаривать. Кому-то нравится этот эффект, кому-то нет. Поэтому тут выбирайте все исключительно на ваш вкус. В технике сухой кисти я прохожусь по всему домику. Изначально я нарисовала отверстие с помощью акриловой краски. Но если у вас не такой жесткий картон, можно было его вырезать. В дальнейшем я покажу, как все-таки вырезала его я. Но в принципе в нарисованном виде смотрится тоже неплохо. Домик просох, теперь можно все потихоньку собирать. Так как мне хотелось домик поставить повыше, но тем более мой спил неровный, я взяла небольшой кусочек деревяшки и также картон, который я в первую очередь приклеиваю. И этим я выравниваю свой домик, чтобы он не стоял криво. По краю я приклеиваю светлую сизаль. Сизаль можно купить в цветочных магазинах или в магазинах для творчества. Приклеиваю тоже на термоклей, и тут будьте очень сильно осторожны, потому что приклеивая сизаль очень легко и просто обжечь свои пальцы. Приклеиваю домик и перехожу к самому интересному. Это само декорирование. В первую очередь я приклеиваю цветочки гортензии. На этот раз я решила сделать сами цветы в очень таких нежных весенних оттенках. Мне кажется, смотрится это очень здорово. Ну а вы при желании свой фоамиран можете затонировать совершенно любой масляной пастелью. Я на этот раз использовала, по номеру я вам точно сейчас не скажу, потому что я не помню, но это был просто светло-розовый и салатовый цвет. Постараюсь оставить номера масляной пастели на экране. Листья. Листья точно так же можно сделать и с фоамираной. Вообще можно свою композицию полностью сделать и с фоамирана, можно сделать и с бумаги, а можно купить красивые искусственные цветы. Я все-таки решила сделать сами цветочки с фоамирана, а уже зелень я добавляю искусственную пластиковую. Я как-то покупала вот такую веточку, и она мне безумно нравится в таких работах. Я, по-моему, уже в прошлом видео даже ее использовала. Разделяю веточку и приклеиваю со всех сторон. Шишки. На этот раз шишки лиственницы. Многие считают, что шишки это только зимний материал, для меня же шишки это материал, который можно использовать круглый год, смотря с чем вы будете их сочетать. Я использую маленькие шишки лиственницы, потому что они похожи на цветы. Ну а теперь, когда я смотрела на свою композицию, я понимала, что все-таки чего-то не хватает. Не хватает отверстия в нашем скворечнике. Поэтому мне муж посоветовал с помощью перьевого сверла сделать отверстие, но по краям зачистить немножко наждачной бумагой. Так как мое отверстие и диаметр сверла не совсем между собой совпадали, я все-таки оставила вот этот темный контур по краю. Вовнутрь я заполняю тоже сизалью. Мне кажется, таким образом будет выглядеть более реалистично, что ли. Продолжение следует... Также все хорошо подкрашиваю, чтобы со всех сторон было аккуратно и красиво. И дальше перехожу к декорированию. У меня есть вот такие небольшие веточки вербы. Также немножечко сережек березы и разнообразные ягодки. Так как я делаю свою композицию зимой, у меня есть эти материалы еще с прошлого года. Если у вас нету таких материалов, то совсем скоро будет весна, и найти их можно будет в любом месте. Просто-напросто дома ставите в вазу без воды, и у вас все быстро высыхает. И можно использовать в своих работах. Я приклеила пару веточек, и по краям добавляю сережки березы. И, конечно же, сами сахарные ягодки. Они у меня как раз были по цвету желтые, и мне показалось, очень хорошо здесь смотрятся. Очень сильно заполнять свою композицию разнообразными цветами мне не особо хотелось, но все равно нужно было заполнить пустые пространства таким образом, чтобы их не было и слишком много, и слишком мало. Поэтому я все-таки буду использовать разнообразные маленькие пластиковые веточки, ягодки, перышки. Также добавлю еще несколько шишек. В пустых местах я еще доклею несколько шишек, и на это, мне кажется, декора хватит. Но, конечно, не хватает птички. Можно, конечно же, птичку купить, но мне не особо хотелось, в принципе, пить в магазин, а готовых птичек у меня дома нет. Но у меня есть перышки, поэтому на пенополистироле или пеноплекс я вырезаю просто форму птички. Сверху я слегка зачищаю наждачной бумагой, хотя после того, как приклеила перышки, в принципе, не особо это делать и нужно было. Сами перышки. У меня есть вот такие маленькие. Кстати, я как раз сейчас перебирала свою перьевую подушку, поэтому оттуда тоже можно перышки взять. Но перышки могут быть совершенно любые. Если они у вас очень большие, то можно их поразрезать на маленькие части. И начинаю все приклеивать на термоклей. Начинаю приклеивать я с хвоста. Продолжение следует... Приклеиваю перышки по всей птичке, кроме мест, где находятся крылья. Там нужно перышки приклеить побольше. И вот этот пух, который мне кажется слишком лишним, потому что получается птичка слишком какая-то пушистая, я слегка срезаю. Для хвостика я беру перышки подлиннее, просто их вставляю в пеноплекс. Можно и вклеить. Субтитры создавал DimaTorzok Клюв я делаю с деревянной палочки. Это у меня шпажка. У меня не было острого кончика, поэтому с помощью нуждачной бумаги я заточила зубочистку и покрасила черной акриловой краской. После высыхания отрезаем нужное и вклеиваем. Но могу сказать, что работать с перьями не так-то просто. Поэтому моя птичка нуждается еще в доработке. Мне кажется, я еще попробую сделать несколько птичек, посмотрю на некоторые нюансы и, возможно, птичка будет выглядеть намного-намного лучше, потому что мне показалось, что она немножко все-таки выглядит растрепанной. Ну а для глазок я использовала черный бисер. Но после приклеивания нужно было подкрасить немножечко бисер, так как отверстие выглядело не совсем красиво. Глаза смотрели странно. Остается ее только приклеить на наш домик. И все. На этом моя весенняя композиция будет готова. Ее можно использовать как весной для украшения, ваше помещение точно так же использовать и на Пасху. Поэтому тут только выбирать вам, когда и в какое время года вы будете ее использовать. Ну и вот у меня получилась вот такая маленькая композиция с птичкой. Не знаю, возможно, что-то буду еще подобного плана делать, потому что, мне кажется, с этой идеей можно очень-очень много экспериментировать. Ну а если вам понравилась такая идея, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И мы увидимся с вами совсем-совсем скоро. Пока-пока!